ну что привет друзья и сегодня снова у нас будет небольшое видео из амстердама решу продолжить немножко снимать и тут уже какое-то время нахожусь но не снимал просто казалось что все происходит одно и то же я чувствую что это одно и то же бенчу не хочется делать очень нового хочется да очень нахожусь если у нас в офисе в новом здесь нас довольно прикольно вот так вот он выглядит здесь у нас рабочая станция именно есть еще одна рабочая станция будущий как свой аппарат это нашу студия чайная гостевая комната вообще шикарнейший абсолютно вид на речку амстер с балкончиком вот такой вот вид на 10 этот вид уже возможно видели каких-то stories ах и прочих видео погодка конечно такая типичная амстрадамская буквально позавчера был снег сейчас дождь очень прохладно голландцы невзирая ни на что все на рассекают на велосипедах в общем ничего удивительного сейчас мы едем по рабочим делам значит а сварить склады и что там покажу интересно может быть еще зайдем наш строящийся клуб так что будет интересно присаживаться поудобнее это кстати мой можно сказать рабочий кабинет весьма аскетичный есть дурацкая китайская привычка так вот подвешивать кто был в китае знать китайцы вешают на пояс плечи они там болтаются очень забавно на самом деле очень удобно электропарковка пробудова да не привет у нас видео фиксации происходит все происходящее да мы видим знакомую же вам компании со мной мы управляющим здесь данила да сейчас едем очень мыскать склады замечательная погода прекрасный день как всегда вот все вообще волшебно о осушить аж даже мазончик поехали о смотри к кофе дейт типа знакомство за кофе это не открытая видимо на кофе тугов да полно себе тут голландии правительство совсем немножко особенная как вежливо поле корректно да и выгодно ушло в отставку поэтому уже проделать и что угодно теперь очень короче да тут собирается вводить комендантский час вообще то есть пишут там что после но комендантский час в форме того что после восьми часов нельзя будет выходить из дома до 5 утра по моему ну и штраф за это 95 евро и расстрел и злобном нарушении вот такая жесть короче причем что количество ковида уменьшается появилась прививка бизнес вообще весь в афиге ну тут надо сказать что мы общались с мелким бизнесом тут довольно неплохо компенсируют скажем так потери бизнеса но только того который работал на начало ковида например да 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 до марта а наберли стены инвестировка быть свой новый ресторан там кучу денег а потом значит у тебя ну ты собираешь открыться потом в апреле да эти там и те не дали открыться никто ничего не компенсирует вот такие дела вот но поэтому да то есть времена конечно непростые эти места где по момента донова расставляют и секьюрити такое специальное бреда стоит и вот в этом месте если ты аддикты вот там два чувака вот они стоят они собственно могут получить дозу да мы решили что может уставать с чаем и по этих чай говорит что ваша доза вот конечно вряд ли поможет сразу но по крайней мере поможет некоторые может быть частично социализации и некоторому виду изменению скажем так пресетов постепенного сегодня маленькая маленькая очередь да просто дождик понимаешь а мог называется это место нам хорошее название а мог почему не называться а мог это одно из имен сатаны кто не знает потрясающе кстати друзья вот сейчас мы выбираем склад да и да не говорит нам очень важно не просто презентами на выглядит нам нужно чтобы не выглядеть как люди которые собираются выращивать траву на этих складах ну что весь абсурд голландского законодательства в том что до что получается можно продавать как сюда нет права хранить определенное количество не так много по около 500 грамм и даже меньше марихуана но при этом азии но выращивать ее больше больше больших количествах да то есть получается они уберут как бы типа из воздуха да то есть наде такая материализуется и одея продают вот такие вот нюансы загадывайского голоса кстати интересный момент тут почему еще ушло производство ставку не только из-за даже да скорее не столько из-за какие-то антиковидных мер а то что тут будут безумный скандал тоже значит налоговая начислила ошибочно десяткам даже начислила не просто при малейшее есть очень сложная система получения государственных пособий на оплату детских садов и продленок поскольку это в голландии абсурдно дорого там до полутотысячи евро за ребенка же в германии это бесплатно от его не бесплатно и на очень сложная забюрократизированная система привела к тому что люди получали штрафы на тысячи десятки тысяч евро многие там но полезет учитывающие проблемы дома продавали я и были даже случаи самоубийства насколько я знаю и это все годами родного последние пару лет расследовалось скрылась но марк рута ушел в остапу который восемь последний последние восемь лет было главой правительства вот такие дела но с этим просто пока еще продолжает работу пока там временно не сформированы но самое интересное потом дар читал про ответственности вот то что в результате никто так и не никакой ответственности не понес за это все то есть как бы налоговая сначала все передавал выше выше-выше-выше потом значит в результате когда уже правительство ушло в отставку выяснилось что ну как бы теперь уже несколько спрашивать такая тоже абсурдная ситуация но с другой стороны надо сказать что в отличие от некоторых других известных нам стран тут такая возможность вообще есть то есть люди правительство реально скажем так а просто волосилась она ушла в отставку потому что она опозорилась по какому-то поводу вот мне сложно такое представить в других государствах здесь хотя бы такое возможно подводные которые соединяют север от родом и амстердама да не очень долго жил в роттердаме поэтому привычный говорит роттердам кстати разгон демонстрации но я думаю ты видел эти кадры а ну да воскресенье было антиковидная демонстрация всех обливали водой и довольно жестко кстати крутили там были такие фотографии просто избивали людей как бы жестокость более людей в том числе все на публику на возрастом в троих выходил но это вот пора на прошлых когда или течения в это воскресенье да ладно в общем не все так прозрачно голосом карманском королевстве да тут реально почему-то недалеко от нас мы живем в забрании pipe и офис на что же там же вот неподалеку собственно музей на музей тайна музейной площади был огромная демонстрация конечно было весьма но я так понял там не только антиковидная там еще и тоже вот насчет протестующие против этого первую очередь налогов вот этих вот историй а вообще изначально демонстрация да было против против правительства ну да есть примеры той же швеции где очень мягкие были меры потом соседней береге где тоже не настолько все жестко там хотя бы магазины работают не только продуктовые да и не хуже там ситуации ничуть сейчас что-то какой-то уже такой немножко абсурд начинается когда уже достаточно жесткие меры ограничения и дальше их ужесточать это как бы не приводит никаким последствиям кроме социального напряжения там еще народ становится более агрессивный и бедный меньше работы у людей как бы все это конечно очень печально но ничего не будем плохом я думаю все это закончится всех обколят всеми вакцинами кому надо кому не надо вот и все будет хорошо знаете какая радостная погода и насколько она вселяет позитива и уверенность завтрашний день все будет замечательно прекрасно такое светлое светлый день радостно все как обычно ну и вот наш потенциально будущий склад рядом какой-то магазин диска этой бутики называется ангелы ну вот это у нас первый объект требуется небольшая деконструкция у него интересный момент то что здесь будет сносить это здание через два года поэтому довольно хорошая цена надо будет конечно привести в порядок много вещей но для нас важно то что она большая просторная приведем в чувство возможно будет нашим а может быть и нет будем смотреть другие объекты сейчас жалко не успел заснять на периодически в общем машина здесь прощаться подводные лодки а сейчас конечно система дамп уже современная хорошая классная но раньше ты понимаю часто стопил амстердам постоянно дальше раньше или нет я не знаю но это я имею ввиду что совсем раньше не не смысл что 50 четвертом году было сильное наводнение они были 50 тысяч человек несколько десятков тысяч охраняет еще на такие дела но сейчас уже таких проблем нет узкие каналы сюда так медленно довольно двигаешься сейчас проезжу подъезжаем наша улица розенград где у нас находится чайный клуб вот и у нас тут получается вот пушка впереди покосившиеся до покосившиеся здесь статья знаменитая мария на франк помню здесь надо страна на франк поэтому очень-то таком месте расположен очень козырно можно сказать вот сейчас вот как раз прямо вот это улоса это будет будет розенград вообще конечно сейчас когда такой локдаун довольно таки неплохое движение устраняем очень часто тут в центр если едешь можно просто стрелять о красота особенно класса такой погода наслаждаться из машины хорошо а тут кстати вот на этих замечательных столбах скоро будет наш реклама на том как вот там на том столбе синие синие магазин дельского фарфора который работал сколько там 40 лет 30 лет он в общем обанкротился такие дела она уже был дополнен это был канал который закопали канал до каракта на канал по-голландски в общем по-нидерландски хотя до нидерландски вот мы подъезжаем сейчас к нашему месту почти может стать приехали ну вот такая красота вот так и вывеска вывеска уже работает текалочка клад привет всем в разгаре работа материала привет да здрасьте здравствуйте но тут у нас продолжается работа у нас будет чайная рабочая зона даже вода льется даже плитку приделали вообще красота все вообще супер полочки микро складки здесь будет маленький вот так вот у нас тут красиво почти еще осталось на потолок декорации проделать о ай поделали столешница кстати красиво слушал хорошо получил дуб массив все как надо потом уже надо потом до зале он филочкой там бумать и не было дима нормально все аккуратно и приделали здесь держать потом чопиками заделать эти хлопочки машины так целом все красиво а и тут начали столешницу делать класс у нас светильнички еще за телечка сделали ребята сами по что по столкам посмотрели сколько тут стоит светильники в голодии поле что проще сделать светильники самим светильник у нас самодельная будет ковролинчик здесь короткий такие у нас комнатки почти готова красота ну вот заехали в клуб рабочий день продолжается вот сейчас едем еще смотреть еще три склада такая штука еще брать надо будет второй этаж всего периметра видимо тут это был вот так выглядит снаружи это все конечно не очень удобный подъезд для фурм не наш случай но будем смотреть может быть и будет временно такой микро складик потом расширимся сейчас пойдем на еще не на объект еще один склад и симпатичный из такого помещения 4 метра очень симпатичный здесь вход у нас будет возможно вот это вот склад сейчас мы будем проезжать который вообще весь просто как все все зелень утопает просто весь класс вот дизайн еще офигенно а все просто смотри внизу вот у них такой вот этот самый как земля там там он рос и рейки шикарно сделано просто это на секундочку складские помещения в общем да мы сейчас посмотрели здание вот несколько складов выбрали сейчас последний на котором мы были надеемся что нам его согласуют сейчас будем документ отправлять но очень дать все будет хорошо то мы будем базироваться на месте где раньше располагались самый крупный в голландии верфи сейчас сейчас большая дамин да вот эта компания называется строительная большая тоже здесь находится рядом вот недалеко в принципе от амстердама всего-то ну амстердам но просто через реку получается вот там централ станции смотреть в общем будем надеяться что мы сюда пойдем моменту выхода этого видео мы должны будем снять это помещение либо я этот кусок вырежу ну вот у нас продолжается строчка такая обалденная столешница красивая дружочек россии я дерево конец культура ну что вот последний денечек вот сейчас мы заехали на объект на следующий день так много что изменилось за один день завтра у нас снова встречаться в москву поэтому оставляю клуб немного недостроенным но уже почти ли говорится маленькая зарисовочка нашего быта рабочего сейчас поехали с ребятами в клуб наши сметельнички самодельные дуб еще такое вот обычно сюда так стоит те куда-то собраться ехать обязательно вот где начинается солнце классная погода тепло вообще так очень уважаем страдана не устаю его показать просто очень красиво добивайся когда видно воду у нас река пока она не прекращается временное путешествие в амстердам сейчас в россию и интересно такая заметка напоследок сегодня насчет в москве снимают часть ограничений то есть там можно проводить массу предприятия ну тоже немножко не слишком массовых скажем так можно значит снова работать музеем там снимать ограничения какие-то еще там послабление небольшие он из завтрашнего дня короче в голландии будет комендантский час то есть 8 вечера там помогу 4 утра нельзя вообще выходить на улицу кроме там каких-то веских причин настолько вообще это конечно все это коронавирусная история по-разному скажем так откликается в разных странах по разному она отрабатывает но что есть как говорится ладно всем счастливо огромное спасибо что посмотрели этот ролик оставляйте комментарии я буду продолжать такие тоже лайвовые зарисовки делать всем пока спасибо все-таки решил снять небольшой паскриптум вот так вот увидят информационные таблички о том что мы закрыты то есть почти все все в аэропорту закрыто вообще удивительно непривычно она тут уже несколько раз за карантин летал это аэропорт хип холл амстрадам вот и тут вот так просто вообще никого то есть два-три человека там где-то вдалеке там кто-то идет я думаю если кто-то тут бывал и не летал то время карантина очень удивитесь обычно это один из самых загруженных аэропортов мира тут просто не знаю тысячи тысячи людей вот тут видно вот ну да вот тут немножко загрузано но все равно это очень халка здесь очень мало сейчас рейсов но тем не менее до все работать и летают такие дела очень необычные конечно ощущение как зона заражения эти братья внимание обычно азиатных просто китайцы лучше всего защищаются сейчас прохожу мимо молодой человека но не только две маски но еще и очки часто бывают перчатки туда из турции как-то летел там вообще полный химзащит на фоне текущих ограничений очень забавно выглядит на реклама банка ng а то есть там пионеры путешественники одиночные мечтатели трендсеттеры делайте свои вещи да 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 либо довести люди сейчас осадов себя дома а летать сейчас можно только тем кто ну либо те страны где нет ограничений либо чем у кого-то там бизнес и прочие дела